Комментарии Игнатия Тихоновича Латкина на толкование на Новый Завет Блаженного Феофилакта Балгарского. Часть 9. Толкование на Марка 10.13.16. Царством же Божиим называет здесь проповедь Евангелия и обещание будущих благ. Итак, кто примет проповедь божественную как дитя, то есть нисколько не раздумывая и не допуская в себе неверия, тот войдет в Царство Божие и наследует те блага, которые уже приобрел верою. Комментарий Игнатия Латкина. Блаженный толкователь отождествляет с проповедью вожделеннейшее для всех христиан Царство Небесное. Именно о проповеди Евангелия Спаситель сказал, какая страшная участь ожидает тех, кто скрывает истинное толкование, истинный путь в Царство Небесное. Лука 11.52. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и в хорящем воспрепятствовали. Судей 17.6. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Когда нет научения из Евангелия, то овцы блуждают и расхищаются злыми делателями, ненавидящими истинное православие. Иезекииль 34.6. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Иезекииля 34.10. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищу их. Осия 4.8. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Толкование на Марка 11.15.18. Имеют столы полные денег, они все делают из корысти. Испровергаются также и седалища продающих голубей, то есть престолы архиереев, продающих духовные дары. Ибо голубь есть образ Духа Святого. Да извернет Господь такого святителя от святительства, ибо проклят тот, кто рукополагает за деньги. Равным образом продает голубя своего и тот, кто продает дьяволу благодать и чистоту, полученную в крещении. Зато он и изгоняется вон из церкви. Комментарий Игнатия Лапкина В прошедшие века в храмах утвердилась торговля свечами. А в 20 веке стали уже торговать всем. Свечами, просфорами, иконами, книгами, открытками. А кое-где и сувенирными матрешками. Например, в храме Христа Спасителя в Москве. Стали торговать и духовными дарами, таинствами и требами. При этом священники, доказывая свое право на торговлю в храме, выдвигают две причины. Мы торгуем в притворе. Мы торгуем не животными. Поэтому к нам эти слова Евангелия не относятся. Но и Христос изгнал торгующих из притвора. А без этих животных, которые они продавали, ветхозаветное приношение было невозможным. 76 правило 6 Вселенского Собора запрещает любую торговлю в церковной ограде. Смотри также 100 главный собор правило 38. Тем более запрещена любая торговля таинствами. 23 правило 6 Вселенского Собора. Правило 44 и 45 100 главного собора. Но современное православное духовенство не боится ни Евангелия, ни отлучения Вселенских Соборов. И если запретить торговлю в церкви, молитва прекратится. Церковь должна существовать на десятину верующих. А для того, чтобы появились настоящие верующие, правоведнику нужно приложить очень много усилий. Гораздо проще просто торговать в церкви. Это удобно и продающим, и покупающим. Но вопреки Евангелию и к православию никакого отношения не имеет. Потому Христос говорит православным священникам и прихожанам, что храм они сделали вертепом разбойников. Толкование на Марка 13.5.10 А чтоб ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах подобает прежде проповедану быть Евангелию, а потом уже предан будет запустению Иерусалим. Римлянам 10.18 Комментарий Игнатия Лавкина Самое большое сопротивление проповеди сегодня оказывают пастыри церкви. И в первую очередь в лице архиереев идет патриаршее служение. Около двух десятков архиереев прислуживают патриарху. Молча появляются из алтаря, молча стоят посреди храма в отдельном загоне, в тяжелых ризах и молча снова удаляются, как будто бы идет театр мимов. Люди спрашивают, что они у вас разговаривать не умеют? На сто миллионную аудиторию по телевидению показывают, как патриарху посреди храма застегивают пуговички, засупонивают, как боевого коня на сражение, и люди снова спрашивают, он что, сам одеваться не умеет? Разве какая-то душа, случайно зашедшего в храм грешника, может от этого обратиться и принять Христа своим спасителем? Разве не понятно, что все это не имеет совершенно никакого отношения к вере Христовой, к тому, что Дух Святой отобразил на страницах Библии, о чем говорят святые толкователи, как блаженный феофилакт? Они день и ночь криком кричали, дайте людям проповедь, проповедь и еще раз проповедь. И при том, не просто пересказ чтения чужих проповедей, но живое, грозное, обличительное слово живого Бога. 1 Коринфянам 14, 20, 21, 24, 25. 2 Коринфянам 14, 25. Всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Толкование на Марка 14, 43, 49. Но Петр, кстати, отсек ухо у архиереева раба. Этим указывается на то, что иудеи были люди непослушные, непокорные и невнимательные к Писаниям. Иначе, если бы они имели уши, внимающие Писанием, они не распяли бы Господа славы. И не другого какого-либо раба поразил Петр, а архиереева. Ибо архиереи первые не слушались Писаний, сделавшись рабами зависти и самолюбия. Комментарий Игнатия Латкина. Как тогда, так и во все века и ныне те, кто не слушают Писания и не вникают в их таинственный, животворящий смысл, они не могут остаться сторонними наблюдателями того, где появляется проповедь Евангелия. Они делаются первыми гонителями и глушителями истины. Это архиереи и священники, которых Бог не избирал, но они сами назначили себя руководителями и сгромоздились на Моисеевом седалище. Матфея 23.2 И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все повторяется заново, но только уже в овечьих одеждах, под пение православных гимнов и типикона. Христос сказал, что весь мир для христиан – волки, а епископы и пресфитеры, которые не будут слушать Слово Божие, лютые, бешеные волки, сто крат опаснее безбожников. Матфея 10.16 Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии и просты, как голуби. Деяние 20.29.30 Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Из слов Евангелия Блаженный Феофилакт делает единственно верный вывод, который мы и читаем здесь. И отрицать его православным никак нельзя. Но нужно только согласиться с этим. Феофилакт не был баптистом. Он православный архиепископ. И слова его приняты всей церковью, как слова хорошие и нужные. Толкование на Марка 16.15.20 Не сказал, проповедуйте только послушным. Но всей твари будут ли слушать или нет. Комментарий Игнатия Лапкина. Иезекииль 2.7 Благо проповеднику, когда он при жизни видит плоды своей проповеди. И как тяжело наблюдать, когда на сотне проповедей едва ли одна душа обращается к Богу. Иоанн Златоуст утверждает, что так как от человека не зависит благодать обращающая, а награда будет за труд. То в вечности тот, от чьей проповеди никто не обратился, получит награду больше. А тот, через чью проповедь кто-то обратился, этот проповедник часть награды получил уже здесь на земле, в виде той радости, которую ему доставила рожденная чада. И тот же добавляет, что, цитата, пусть моя награда будет меньше в небесах, только покайтесь, обратитесь ко Христу. Толкование на Луки 1.15.17 Обратил сердца иудеев к апостолам учением и свидетельством о Христе. А свидетельствующий о Христе делает и учеников его вполне достоверными. Комментарий Игнатия Лапкина Отношение отцов и детей – это вопрос тысячелетий. Разрешить его никому не удается из поколения в поколение. Пророчество об этом оставалось невыполненным до времени начала проповеди о пришествии Христа. Пророчество об этом оставалось невыполнимым до времени начала проповеди о пришествии Христа. Мудрости отцов оказалось недостаточно, чтобы плотника из Назарета признать за обещанного Мессию. Евреям старшего поколения мешали их раввинистические знания, мешали толкования закона Божия тогдашними учителями. Незнатные, неиспорченные тогдашними семинариями рыбаки и мытари с первой встречи приняли в свое сердце Иисуса как пророка и пошли за Ним. После воскресения Христа они несомненно и безоговорочно признали в нем Сына Божия и Бога. Их проповедь была направлена в первую очередь к своим соотечественникам, евреям. Они пробивали все заслоны, стоящие на пути к спасению старшего поколения, учением и свидетельством о Христе. Проповедь о Христе во время и не во время, во всяком месте, многочисленные доказательства из законов, пророков и псалтири, многих из распинателей Христа привели к раскаянию. Деяние 2.37 Трагедия монархии заключается не в революции, не в жидомасонах, а в потере веры в евангельского Христа. И ничем невозможно исправить положение, в первую очередь в церкви, как только открытой, неповрежденной евангельской проповедью, когда каждый христианин понесет благую весть окружающему миру. Церковь может стать воистину невестой Христовой только тогда, когда она будет наполнена учением и свидетельством о Христе. Этим должны быть наполнены семьи, наши разговоры, богослужения, письма, выступления. Толкование на Луки 1.18.20 Справедливо подвергается тому и другому глухоте и немоте, ибо как прислушник наказывается глухотой, а как противоречащий молчанием. Комментарий Игнатия Лапкина Слово Божие называется так потому, что оно исходит от Бога или через ангелов, вестников, или через пророков, избранников Божиих, или через апостолов, посланников Господних. Святые Божие Человеки явились той тростью, которой двигал Дух Святой. 2 Петра 1.21. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божие Человеки, будучи движимы Духом Святым. Неверие или противоречие этим глашатаем истины равнозначно противлению Богу сил Саваофу. 1 Царств 15.23. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. 2 Царств 15.23. Бог не смотрит на личность, и тот, кто не хочет слышать Слово Божие, поражается глухотой, как аспид. Псалом 57.5. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои, а тот, кто начинает противоречить вести Божией, поражается отнятием языка, гробовым молчанием. В древние времена подобные люди обличались через пророков, но и будучи глухонемыми, эти прислушники, любящие противоречить Богу и вносить в слова Божии тысячи комментариев, извиняющих их, оказались очень живучими и чрезвычайно плодливыми, многочадными. Исайя 6.10. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исай 6.10. Исай 6.10. Подели наш слух, Господи, помилуй, что мы противоречили ясно сказанным словам Твоим в Библии и перетолковывали в свою пользу животолюбцев. Мы окоростовали в грехах наших и стоим в ризах этих, как гробы окрашенные, как молчаливые покойники. Это Ты поразил нас молчанием, и нет от нас проповеди Евангелия, и жизнь в церкви умерла. И мы все уподобились скотам несмысленным. Мы собираемся под своды этого храма, как молчаливые змеи, ехидны и аспиды, и находимся в темноте без слова Твоего, без Святой Библии. Псалом 118.135. Осияй, раба Твоего, светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Устами послушного Тебе громогласного пророка Ты обращаешься именно к нам. Матфея 12.34. Порождение, ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца, говорят уста. Ты сам обличаешь нас, глухих и немых. Матфея 23.33. Змеи, порождение, ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну. Это к нам, потомкам древних прислушников и противоречащих Тебе, возвещает Дух Святой. Матфея 13.15. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Господи, помилуй, вместе с нами от нашего ненаучения, от нашей глухоты и немоты. Иоанна 12.40. Народ сей ослепил глаза свои, и окаменил сердце свое. Да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Мы молчим, ибо это Твое наказание за неверие наши Твоим словам, начертанным во Святой Библии. Мы противоречили Тебе, и изменили ясные слова Твои вымыслами человеческими. И через апостола Павла Ты снова говоришь нам из Святой Библии. Деяние 28.27. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. «Господи, помилуй, мы верим, что Ты можешь изгнать из нас беса глухого и немого. Дай такое повеление Ему». Марка 9.25. «Дух немой и глухой, я повелеваю Тебе, выйди из него и впредь не входи в него». «Да отверзутся уста пастыри, иереев и архиереев, сними это тысячелетнее проклятие, тяготеющее над православной церковью, эту анафему немоты и глухоты, поразившую пастырей, а Тебе слава, исцеляющий Бог. Аминь». Конец девятой части. Конец девятой части. Конец девятой части.